Ты что там такое смешное смотришь? Да, видео тут одно прислали, давай я тебе сейчас ссылку в фейсбуке скину. Не, лучше вконтакте скинь, я фейсбуком не пользуюсь. Почему? Ну не знаю, он мне кажется каким-то неудобным. Так ты же просто не умеешь им пользоваться. Можно установить специальное расширение, которое облегчит тебе работу в фейсбуке. Например, можно удалить отосланное сообщение. Да, ну, давай поподробнее пройти расширение. Нет, давай ты лучше посмотришь сюжет Олега Болдырева. Он таких расширений как раз много знает. Фейсбук по численности третья страна в мире после Индии и Китая. С населением более миллиарда человек. И ежедневно каждый пользователь проводит минимум час в этой социальной сети. И алматинка Сауля Сергазинова не исключение. Девушка тратит на фейсбук свое драгоценное рабочее время. При этом Сауле не знакома со многими фишками и расширениями, которые сделают эту социальную сеть удобнее. Фейсбук – это страница, социальная страница, на которой я могу общаться с близкими мне людьми, через которые я могу делиться информацией обо мне. Конечно, можно просто не заходить в фейсбук, но попробуйте в этом убедить ярого фейсбука мана. Поэтому лучше оптимизировать эту социальную сеть, то есть сделать ее удобнее и понятнее, чтобы решить свои виртуальные проблемы. И сделать это может каждый из нас. Для этого нужно установить специальные расширения, которые можно бесплатно скачать с Google Web Store или с подобных магазинов Opera и Firefox. В основном я пользуюсь фейсбуком через приложения, поэтому там меньше спама. Но если я захожу через компьютер, что тоже бывает несколько раз в день, то это тоже доставляет определенные неудобства, на которые уходит время. Время не хотелось бы терять попросту. Social Fixer – расширение, которое избавит от спама. Это расширение позволяет настраивать, менять местами и удалять те блоки, которые вам захочется. Также можно фильтровать ленту новостей по ключевому слову и автору. Кроме того, с помощью Social Fixer можно разнообразить интерфейс Facebook, создавать вкладки с отдельными новостями и скрывать прочитанные посты. Еще из недостатка фейсбука я бы хотела отметить, что я не могу формировать лист людей, которых я могла бы читать. То есть мне приходится читать всех, кто есть у меня в друзьях. И что им понравилось, что им не понравилось, где они побывали, какой чекин был у них в каких-либо местах. Когда эта информация отвлекает. Facebook for Chrome – расширение, которое фильтрует информацию. Постоянно открытый Facebook не способствует повышению продуктивности. Здесь пригодится расширение Facebook for Chrome. Это своего рода ограниченный Facebook, в котором отображается отфильтрованная лента новостей, статусы отмеченных друзей и несколько других функций. Таким образом, Facebook остается доступным, но требует гораздо меньше внимания. На баннерную рекламу мне приходится тратить определенное время, потому что она повторяется до нескольких раз в день и несколько дней подряд. Причем одни и те же сообщения от определенных компаний. И тех компаний, которые я не читаю в своей ленте, конечно, это отнимает определенное время и не совсем интересно. Facebook Customizer – расширение, которое блокирует рекламу. Расширение блокирует раздражающие полосы с рекламой и новостями. Поэтому можно наслаждаться социальной сетью только с тем контентом, который вы хотите там видеть. Также мне не нравится, что напрямую в самом Facebook, то есть в самой социальной сети, невозможно редактировать фотографии. Это приходится делать отдельно. На самом деле можно. Для этого понадобится Facebook Album & Photo Manager, расширение, с помощью которого можно редактировать фотографии. Данное расширение позволяет загружать изображения, редактировать их, применять фильтры и скачивать целые альбомы. Кроме того, можно сделать резервную копию этих самых альбомов. Некоторые моменты, некоторым людям не хочется, чтобы собеседник или их личный, какой-то близкий человек увидел, что они прочитали уже это сообщение. То есть им нужно время, чтобы подумать об этом, поразмыслить. На самом деле и это поправимо. Facebook Unseen – расширение, с помощью которого можно тайно читать входящие сообщения. Расширение позволяет читать входящие сообщения без индикации об этом вашему собеседнику. То есть даже если вы и кликнете на него, сообщение так и останется выделенным. Значит, непрочитанным. После установки расширения и принятия во внимание этих комментариев, которые были озвучены, решения всех недостатков, безусловно, я буду чувствовать себя намного комфортнее в Facebook. Как видите, оптимизировать работу Facebook можно быстро и просто. Тем более, что новых функциональных решений с каждым днем становится все больше. И мы вам о них обязательно расскажем.